Есть много мест, где можно наблюдать за победителями. Но лишь одно, где победителем может стать каждый. Ставки на единоборство. 1Х Ставка. Ему 38 лет, рост 185 сантиметров, вес 84,4 килограмма. Профессиональный рекорд 21 победа, 10 поражений и его стиль боевое самбо. Ему 38 лет, рост 185 сантиметров, вес 84,4 килограмма. Как комбат самбо специалист, с профессиональным рекордом 21 победа и 10 побед. Ему 38 лет, рост 185 сантиметров, вес 84,4 килограмма. Это Николай Дип-КВ. Дип-Чико. Его замерник в красном углу. Файлик от Удар-Конна. Ему 37 лет, рост 182 сантиметра, вес 84,4 килограмма. Профессиональный рекорд 13 побед, 3 поражения. И его стиль ударная техника. Рефери Петинка Гирихан Шибилов. Никола Дипчиков и Азамат Амага. Прямо сейчас поопытнее, конечно, будет Дипчиков. Повыше на 3 сантиметра и ровно такая же разница в размахе рук. А при этом Дипчиков старше всего лишь на один год. И к ветеранам этих парней, наверное, отнести все-таки еще нельзя. Учитывая то, что средний вес, да, здесь встречаются долгожители. Итак, смотрим. И действительно никуда не отходите, дамы и господа. Здесь все может закончиться очень быстро и стремительно. Лоу-кик тут же через руку атакует Азамат Амагов. Ух ты, вот здесь опять размен и пытается догнать Никола Дипчиков. Сразу же проснулись. И тот, и другой. Я думаю, что и те, кто вдруг сейчас заснул, почему-то тоже взбодрился. Потому что здесь и вес большой, и очень тяжелые удары у каждого. Ну и плюс ко всему, про стороннюю стойку Дипчикова у него сумасшедшая. Просто невероятная банка слева. И, ну, это все знают на самом деле. Вот сможет ли здесь Азамат избежать этого попадания. И того, как на свой сильнейший удар будет выходить Никола Дипчиков. Серия из трех ударов чуть отступила Азамат. Есть преимущество на дистанции. Это видно у Николы Дипчикова. Издалека он расстреливает. А вот Амагову нужно подойти ближе, чтобы хорошо попасть. Да, пока побыстрее Никола Дипчиков. Выигрывает он в скорости. Ну, а Старый Волк начинает свою охоту. Здесь нога поехала. Кажется, не было попадания все-таки. А вот здесь уже было. И еще раз. Очень опасный размен. Блипше продолжает двигаться. Да, Дипчиков. Амагов выиграет пространство, даже не выбрасывая удары. Ой-ой-ой, сечка открылась у Азамата Амагова прямо на голове. Ну, она не должна мешать обзору. Да вот не скажи. Там она как раз может на глаз попадать. Вторая минута постепенно заканчивается в первом раунде. Да, попытка еще зацепить. Здесь размен устраивает Дипчиков. Опять смещается. Да, и опять рассечение как раз в том самом моменте и месте, где довольно легко атаковать Николе Дипчикову. Все видит здесь на смещении. Защищался Дипчиков. А провалился Амагов вновь на исходную и опять искать, искать возможность. Сейчас слева зацепил уже Амагов. Левый прямой. Очень жестко встречает Никола Дипчиков. Ну, это его фирменный стиль. Он на ногах, с ним не борется. Он быстро нашел свою дистанцию. Фактически Никола Дипчиков находится в своей стихии. Другое дело, что и Азамат в стойке себя чувствует неплохо. Особенно на ближней дистанции. Вот здесь пошла за руба колено. Готовит Азамат. Бэквист по воздуху. Шикарный эпизод. И получают свою порцию аплодисментов бойцы. Как стоит Амагов. Не достает по корпусу. Боится с красного угла. Вот так вот в борьбу пошел Дипчиков. Такое тоже бывает. Хорошее было колено в корпус. Потом еще с близкого расстояния Амагов пытался попасть. Левый прямой. Прямо туда. Точно в цель. Давит, давит Амагов. И, как правило, смещается вправо от себя в сторону. Уходя от сильнейшей руки Азамата. Очень опасная дальняя рука, безусловно, у Дипчикова. Постоянно он ей угрожает. Попадает нередко. Николе нельзя давать вот так работать. Фактически соглашается на вот этот рисунок боя Амагов. Вот, поджимает, поджимает, да. Ищет свой шанс Амагов, но не попадает. Дважды слева. И опять. Один раз сжали от Дипчикова. И тут же назад на дистанцию. Да, ну и это все переводит. Ух ты, вот здесь колено очень опасное от Дипчикова. Все это в разряд случайности. Еще размен. Досталось теперь и Дипчикову. Летит вперед Амагов. Промахнулся. Еще один удар. Есть шанс зацепить. Да, задержался несколько раз на убойной просто дистанции Никола Дипчикова. Увеличивается рассечение и увеличивается количество крови на голове. Азамата Амагова. Здорово. Очень хорошо, обоюдно было. И просто какая-то невероятная левая рука у Дипчикова, да? И обратите внимание, сечка симметрична практически. С другой стороны еще размен. Еще попадает Дипчика. Но при этом Азамат действительно здорово сегодня держит удар. Потому что многие падали после подобных попаданий от Николы. Амагов стоит на ногах. Настоящий старый волк единоборства. Он готов здесь многое вытерпеть. И для того, чтобы все-таки попытаться зацепиться за победу. Практически какой-то ниндзя-кик исполняет. Внутренний лоу еще попадает здесь. Наотмаш пытается ударить. Классный раунд. Классный. Мы с вами посмотрели, то ли еще будет. Да, скорее всего Никола здесь был получше. Но впереди еще 10 минут. Но если в таком же стиле поединок пройдет всю дистанцию, и мы увидим еще какие-то яркие эпизоды, то вот это вполне похоже, ну пока, на 50 тысяч долларов. Безусловно, это очень неблагодарное дело загадывать и забегать вперед, учитывая, что у нас еще весь турнир впереди. Но, тем не менее, как претендент пока что вполне себе. Поживем-увидим. Тем временем работают катманы. И более активно они это делают в углу Амагова. Это понятно. Хотя, посмотрите, повреждения, гематомы здесь тоже присутствуют. В том числе под правым глазом. Потрепали. Так, уже порядком. Друг друга. И заводит сам себя Азамат Амагов. Да, вот это профессионалы с большой буквы, действительно. Да, сечки подлатали. Кровь пока не идет. Хотя как раз видны следы от ударов. И вновь какой размен. Сразу же в центре клетки сходятся парни. Не откладывая в долгий ящик, летит вперед. Амагов пропускает удары. Да, и пару попал. Совершенно точно Азамат. Левый снизу дважды. И все ли в голову. Пытается завести все. И все-таки Никола Дебчиков. А не рановато ли? Да нет. Не рановато точно. Ни в коем случае. Там гроги у Амагова. Смотрим. По корпусу. Здесь попадает чуть-чуть. И вот он. Короткий, но точный в челюсть. Чтобы накутировать человека, удар не должен быть сильным. Он должен быть точным. Но каков Никол, а? 22-я победа. 18-я победа нокаутом, а? Ты хотел заявку на бонус? Пожалуйста. Да. Но только не на бой вечера, наверное, а просто на досрочное завершение. Ну, зафиксируем. Зафиксируем этот момент. Да-да-да. Однозначно. Перед финальным поединком, перед заключительным поединком сегодняшнего турнира как раз можем предварительно определить этого номинанта или номинантов. А уж каким получится финальный. Главный бой сегодняшнего вечера действительно невозможно предсказать. И мы его с большим нетерпением будем ждать. Да, интересно еще, что придумывают матчмейкеры для Николы Дипчикова в дальнейшем. Потому что всегда будут такие бойцы, как Магомед Расул Гасанов. И ты понимаешь, что там практически без шансов. А вот бой Дипчиков-Амагов или Дипчиков-Ролов – это бои, которые можно смотреть вечно. Это называется беспроигрышный вариант для матчмейкеров. Слушаем итоги. Обнимаются парни. Ломали на Льгиев здесь же. Дамы и господа, время остановки боя – 23 секунды второго раунда. Победу нокаута Мадершал. И оператором нокаута Никола Дип-КО Дипчиков. Был сегодня...